Не могла пройти мимо этой истории, которая затронула меня до глубины души. Этот ужасный случай произошел 11 января. Пассажир плацкартного вагона поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург вез кота по кличке Твикс в переноске. Питомец вылез из сумки, чего хозяин не заметил, и начал разгуливать по вагону. Проводница, не обнаружив рядом хозяина, решила, что животное беспризорное, и выбросила его из вагона на ближайшей остановке в Кирове в мороз. Волонтеры, которые искали животное, сообщили в соцсетях, что труп животного обнаружили в снегу недалеко от железной дороги. Кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург выбросила из окна, передали хозяевам мертвым. Об этом 20 января сообщила известием волонтер Ольга Кудряшова. «Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», — рассказала она. Как рассказал 19 января юрист и зоозащитник Александр Хаминский, выбросившую кота одного из пассажиров на мороз проводницу могут привлечь к уголовной ответственности по статье 167 УК РФ «умышленное повреждение или уничтожение имущества», которое предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. По имеющейся у юриста информации, на животное были оформлены все транспортные сопроводительные документы. Хозяин намерен судиться с проводницей. При этом в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что код был выпущен проводницей из вагона из-за невнимательности хозяина в возбуждении уголовного дела по статье 330 УК РФ. Самоуправство – отказано. При этом потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства. Комментируя ситуацию, в РЖД 19 января заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения пассажиру. По данному факту ведется служебное расследование, действием проводницы дадут соответствующую оценку. Бедный кот и не подозревал, что люди могут быть такими не людьми. Мое мнение, если в человеке нет сострадания и милосердия, то это уже как бы и не человек вовсе. А ваше мнение? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok